всем привет сегодня я хочу провести некоторые такие вот сравнения между linux minson mon 17.2 и arch linux которую я недавно поставил буквально там вчера значит именно скажем так по таким параметрам вот посмотрите значит практически значит ну что ну оконки четверть процента здесь потребляют здесь тоже вот центральный процессор берет здесь один процент и здесь один процент оперативная память значит 16 процентов здесь тоже 16 процентов то есть практически все значит эти восторги по поводу того что там arch linux очень там быстрый и меньше кушает системных ресурсов ну я бы так сказал пока не годится давайте дальше посмотрим значит а вот здесь вот видите сразу оперативка 46 процентов здесь 50 процентов здесь 4 здесь 5 это значит у меня здесь был открыт google chrome браузер и вот было открыто 1 2 там 3 4 5 страниц а здесь 1 2 3 ну тут 4 было процесса страница открыта ладно то есть здесь практически google chrome был скажем так не подключенным значит там и не пароли там мы их ничего там не стояло ни закладок просто сказать голый стоял здесь значит мой google chrome значит многими вкладками и тем не менее как говорится вот я бы не сказал что там минт очень много кушает по сравнению с arch linux хотя объективно arch linux процессор на один процент лучше работает и оперативка кушает на четыре процента меньше ну опять таки повторюсь что это все сравнительно потому что со временем на приработается появляется там всякая грязь и еще не то будет а вот давайте посмотрим на такие вот вещи интересные на включил я программу для записывания экранов который часто делаю значит видеоролик 2063 а здесь она кушает 18 и 89 хотя процессор у нас 21 21 ну значит вот по определенным видам программ я вот уже могу вам сказать что вот такие вещи причем а здесь у меня google chrome был выключен а почему он здесь вот сидел для меня это непонятно оперативка 53 и 22 simple screen recorder занимал на arch linux 7 42 здесь 7 33 то есть вот здесь значит оперативка то мы посмотрите у ценамончика было задействовано на 22 процента а а здесь на 53 ну и давайте еще сделаем одно сравнение вот такого плана значит здесь я включил самый энергоемкий как говорится процесс это редактор видеороликов в тот момент когда видеоролик он выпускает скажем так на гора 93 9 32 96 93 значит но все равно здесь 97 процесса занимает 97 а вот здесь вот значит open shot 29 здесь 27 и пошло и общей сложности тут 42 процента оперативки кушает а у arch linux 76 поэтому понимаете как как вот кому и сравнивать ну и ряд допустим недочетов на который мне как простому пользователю значит скажем так не очень-то импонирует это значит первое что значит вот опять таки был закрыт броузер все равно сидела значит три странички которые немало немного а 17 процентов у него кушали оперативы но даже 76 отнять 17 там это будет ну 77 отнять на 60 59 тут 42 все равно вот понимаете как то есть вот это вот общее распространенное мнение что вот arch там он очень хорош там надежен устойчив опять таки все проверяется скажем так на собственном и личном опыте вот я просто напросто зашел на значит на arch linux и в разные моменты значит сделал вот такие вот скриншотики первые вот пожалуйста когда вообще там ничего не было включено значит затем когда значит включили google chrome там было по моему 5 или 6 страниц включено сразу 46 затем значит когда работала программа символ скрин рекордер и затем вот самая большая по энергопотреблению значит ресурсов программа значит редактор видеороликов open shot в тот момент когда она выпускает вот скажем так скажем так видеоролики на горах вот такие вот скажем ребята пироги с котятами поэтому кроме всего прочего значит ну что у арчи значит нет нормального графического установщика программ то есть все приходится делать через через терминал там заводится команда пак пакман пробел минус с большое пробел и вводится на название там пакета или программа которую вы хотите установить ну это связано с идеологией арчи что они идут скажем так по самому минималистическому варианту но тем не менее как говорится линукс минсонам он может предложить сразу три варианта синаптик раз значит затем вот смотрите значит меньше программ 2 вот еще есть такое приложение апгрид оно во все мои сборки обычно входит тут вообще все на русском языке можно читать много переведено на русский не все но много вот и плюс четвертый вариант идет через строку терминала apt-get install и указывается какое приложение вы хотите установить то есть в плане значит выборов установки значит и плюс еще дебяновские файлики которые тоже берутся значит скачивается по ним кликаешь и они устанавливаются то есть из пяти источников можно спокойно значит причем из четырех просто в графической форме все ставить а через терминал значит ну вот скажем так не графический источник установки у archlinux у archlinux изначально только один значит не графический установщик это терминал и команда pacman вот и все дальше дропбокс я значит на archlinux поставить не смог мегу я значит поставить не смог скайп тап я значит поставить не смог то есть половина из моего набора что так сказать для меня уже привычен грубо говоря как повседневная одежда значит не ставилась ни дропбокс не мегасинг не скайп тап тим юра правда не пробовал но как говорится ладно уж бог с ним и сзади что поставилось поставился симпл скрин рекордер на archlinux open shot я даже не помню ставился или нет но что то там тоже была какая то заморочка то есть далеко не все программы значит они устанавливаются на archlinux поэтому скажем так для простых пользователей которым не нужен этот головняк вот пожалуйста нормальная система linux min sonomon там ну x-face тоже хорошее на стареньких компьютерах ну и ради бога и пользуйтесь это самое и не вдавайтесь там особо в крайности ну то есть очень же легко все сравняет сравнивается кстати значит вот вам ярчайший пример значит когда я в арчи захотел сделать снимки с экрана я там все таки там через минут 15 поисков все таки там нашел пакет который нужно было установить я установил и когда значит сделал 4 снимка оно делалось там как бы в одном окне когда значит нажал значит чтобы он их экспортировал а у меня эта программа зависла а значит потом я уже вот через цинамон я вытащил эти снимки с того рабочего стола значит перенес их сюда вот вы их видите арчи это вот он в красном цвете вот такие вот пироги с котятами то есть всегда старайтесь подходить к любому делу как говорится вот не как вот многие пишут а вот там арч там такой хороший всегда проверяйте как это будет работать на вашем железе вот на моем железе линукс минсоном он работает просто надежно и устойчиво а у кого то может быть арч линукс там на 2 на 3 головы превосходит хотя вот реакция допустим на open shot у меня просто значит поразило все таки сравнить какие как говорится речички бывают это при том что был отключен значит броузер и все равно после него какие то следы остались вот они там и сидели известно вон они сидят хотя у меня все вкладочки были отключены все я только делал снимки только вот для одной программы open shot open shot simple screen recorder simple screen recorder когда делал я значит на хром вот на хром только у меня было то есть вот сделал только исключительно скажем так по одной программе я уж там не брал чтобы нагрузить как говорится по полной посмотреть что будет вот поэтому те же скриншоты это для вас самый простой инструмент и вам никто как говорится уже лапшу на уши не навешивает что же у вас там это самое для вас лучше а что хуже взяли попробовали ту взяли попробовали эту все второй момент легкость установки программ и их удаления значит источники то есть вот понимаете чем отличается что развитое линукс сообщество оно все таки предполагает что для пользователя будут какие то все таки созданы ну минимальные что ли удобства для цивилизованного скажем пользования системой вот я много лет уже слушаю эти ахи там охи по поводу значит там арчи и так далее сейчас я значит вот ради интереса еще поставлю парочку операционных систем сделаю значит поставлю суси поставлю федору и мы значит сравним и легкость установки и опять таки вот такие простейшие параметры центральный процессор и оперативная память значит ну вот скажем так первая часть значит это был мой обзор сравнение значит арч линукса и линукс минсонамон мое мнение что все таки вот в этих двух местах особенно вот в последнем на опеншоте тут пальма как говорится первенство принадлежит линукс минсонамону значит затем симпл скрин рекордер так 53 22 тоже ребята извиняйте вот то есть вот понимаете как оно все бывает и честно вам говорю что вот отключен у меня был гугл хром отключен был хроме он даже называется отключен был все равно вот он где-то там сидел в процессах и все а мне так сказать такое чудо как говорится и не нужно вот ну ладно значит ждите следующий обзор то есть именно сравнение скажем так с позиции рядового пользователя но с позиции того как какая система значит и что кушает то есть он и и и и